Возможно, ей помогли эти кислородные коктейли и ощущение песка в глазах. Это было единственное развлечение. Всем привет! Я сегодня в прекрасном литовском лесу, в прекрасный солнечный летний день. Здесь так уютно, здесь так красиво, и, мне кажется, мне даже не нужны солнечные очки. Потому что, когда я летом выхожу на улицу, я не выхожу без солнечных очков, у меня повышена светочувствительность. Кстати, могу рассказать вам об этом. Здравствуйте ещё раз! К сожалению, в лесу ничего снять не получилось. У меня за спиной постоянно ходили какие-то люди, а я не могу снимать. Когда на меня кто-то смотрит, я стесняюсь. Даже дома я закрываюсь подальше в отдельной комнате, чтобы никто меня не видел и не слышал. Ну и, если честно, свет на меня падал не очень красиво. Солнечный свет. Одна сторона была засвечена, вторая в тени. Безобразно. Не так, как я рассчитывала. Как я вам и сказала, у меня после лазерной коррекции зрения повышена светочувствительность. И, насколько я знаю, у многих людей, которые сделали такую же процедуру, этот же эффект. Для меня сложно выходить на улицу без солнечных очков в солнечную погоду. Кажется, что солнце светит слишком ярко и мне, можно сказать, даже болят глаза. Лазерную коррекцию зрения я сделала давно, 1 сентября 2006 года. Понятно, что эту процедуру я сделала, потому что у меня было плохое зрение. Насколько я помню, правый глаз у меня был минус 3, левый минус 2,5. Но интересно, что после этой процедуры правый глаз у меня стал видеть лучше, единицу, а левый 0,9-0,8. За 7 лет до меня, до моей процедуры, мой друг также сделал лазерную коррекцию зрения в Минске, в медцентре «Оптимед», и он мне и посоветовал эту процедуру. Но, к сожалению, у моего друга после операции были осложнения. Ему нужна была ещё одна повторная операция. Он ходил по врачам, и в итоге ему выписали какие-то капли, которые ему помогли, и операция не потребовалась. Мне же повезло, у меня всё было хорошо, никаких проблем, никаких осложнений. Почему я сделала лазерную коррекцию зрения? Немного предыстории. Я никогда не носила очки. Зрение у меня начало портиться примерно в девятом классе. В то время я много училась, много читала, долго смотрела телевизор. Это было единственное развлечение. В школе очки я не носила, просто сидела на первой парте. Насколько я помню, в поликлинике мне делали электрофорез, ещё я пила какие-то кислородные коктейли, но ничего из вышеперечисленного мне не помогло, хотя у моей одноклассницы зрение прекратило падать. Возможно, ей помогли эти кислородные коктейли, но в моём случае они не сработали. И моё зрение продолжало падать и упало, как я вам и сказала, до отметки минус 3, минус 2,5. Это не очень плохое зрение, с ним можно жить, даже без очков. Конечно, не совсем комфортно. И когда я начала учиться в университете, моя одногруппница посоветовала мне купить линзы. И первые мои линзы были самые дешёвые, белорусские, самый дешёвый физраствор, дешёвый контейнер, и всё было прекрасно. Я могла их носить примерно 20 часов в день. Но что самое интересное, следующие линзы, которые я купила через 9 месяцев, я могла носить уже, например, 15 часов в день. И последующие линзы всё меньше и меньше часов в день я могла носить. Вот такой у меня был эффект. Не знаю почему. Возможно, у кого-то с линзами такая же история. Пожалуйста, напишите, мне будет интересно, я одна такая же или есть ещё такие же бедняги, как и я. Причём, линзы я покупала всё лучше и лучше. Самые лучшие линзы, импортные, самый лучший раствор, но мне ничего не помогало. И в итоге у меня встал вопрос, или я покупаю очки, или я делаю лазерную коррекцию зрения. Почему я не хотела покупать очки? Во-первых, я к ним не привыкла, и я не нравилась себе в очках. Плюс ещё у меня от очков, от долгого ношения очков, даже солнечных, начинает болеть переносица и уши. Возможно, у всех такой же эффект. Возможно, люди со временем привыкают, но я не хотела привыкать. И решила сделать лазерную коррекцию зрения. Я понимала, что это риск, это всё-таки операция, и ты никогда не знаешь, как твой организм отреагирует. Например, как у моего друга, у него были проблемы. Но я решила рискнуть. Я выбрала тот же медицинский центр, как и мой друг, оптимед в Минске. Сначала я пришла на несколько платных проверок, во время которых врачи выясняли, можно ли мне делать эту операцию. Но, если честно, для меня это больше выглядело, как выманивание денег, потому что ничего сверх они мне не сделали. Кстати, они предупредили меня, что после операции первые три дня будет небольшой... будет небольшая боль. Я знала, что это не совсем правда, потому что мой друг меня предупредил, что будет очень больно. И несмотря на то, что у меня высокий болевой порог, для меня это была одна из самых сильных болей в моей жизни. Конечно, я ещё не рожала, но, поверьте мне, первые три дня, первую ночь очень больно. Конечно, делала эту процедуру я давно, в 2006 году. Тогда были совсем другие лазеры. И, как вы понимаете, я делала самую дешёвую процедуру. Она стоила 500 долларов. После этой процедуры три дня нужно терпеть. Да, очень больно. Но была процедура ещё за 1000 долларов, и после неё не было никаких болей. Что чувствовала я? В первую ночь спать было невозможно. Было очень больно. Никакие лекарства не помогали. Просто градом текли слёзы и ощущение песка в глазах. На следующую ночь начали помогать таблетки, лекарства. Было немного легче, и, по-моему, я могла даже немного спать. На третью ночь было ещё лучше, а потом вообще шикарно, прекрасно. Я очень счастлива, что сделала эту процедуру. Никаких проблем у меня больше не было. И это такое счастье, когда ты можешь видеть всегда и везде. Люди, у которых плохое зрение, меня поймут, да? Потому что, когда носишь очки, всё-таки они ограничивают обзор. Конечно, после этой процедуры я волновалась. Я старалась меньше смотреть телевизор, меньше читать. На то время у меня не было компьютера, но когда он появился в моей жизни, я начала замечать сухость глаз. Понятно, что это не от процедуры, это именно эффект от компьютера, от работы за компьютером. Я покупала различные капли от сухости глаз, но иногда утром было очень сложно открыть глаза. Иногда я думала, может быть, это из-за того, что я мало спала. Самое интересное, что, когда я переехала в Литву, у меня ничего не изменилось, кроме воды. В Минске, в моём районе, очень плохая водопроводная вода. После принятия душа нужно было постоянно обмазываться кремом, потому что кожа лица и тела была очень сухая, особенно зимой. В Литве же у меня такой проблемы нет. Иногда я мажу кожу кремом, но в основном зимой и очень редко. И самое интересное, что меня больше не беспокоит сухость глаз. Я привезла с собой из Минска капли, но я ими не пользуюсь. Вот такой интересный эффект. То есть, насколько важна вода в нашей жизни. Ещё один интересный факт, когда у меня началась сухость глаз, возможно, иногда болели глаза, я уже точно не помню, но я всегда волновалась и бежала проверять глаза, проверять зрение. И однажды, примерно лет через семь, один врач сказал мне, что хватит, не волнуйся, эта процедура была давно, за это время в твоём организме уже все клетки поменялись, успокойся и забудь, что было тогда давно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы сделать лазерную коррекцию зрения или, возможно, вы её сделали. Тогда поделитесь своим опытом. Мне кажется, другим людям будет интересно об этом узнать, прочитать. Кстати, забыла вам сказать, что после того, когда я ходила на проверку зрения после процедуры, после лазерной коррекции зрения в медицинский центр «Оптимед», я заметила, как много было людей с проблемами в 2006 году. То есть, у многих людей были проблемы после лазерной коррекции зрения. Я понимаю, что сейчас совсем другие лазеры, возможно, каких-то негативных последствий, проблем меньше, чем это было давно. Советовала бы я сделать эту процедуру, эту операцию. Я думаю, что нужно больше узнать о клинике, о врачах, вообще прочитать об этой процедуре, узнать мнение других людей и потом решить для себя. Но вы должны понимать, что это ваш организм, и ты никогда не знаешь, как он отреагирует. У вас может быть самый лучший врач, самое лучшее оборудование, но после этого могут возникнуть какие-то проблемы. Если честно, в 2006 году я бы никому не советовала делать эту процедуру. И даже пять лет назад, когда мой знакомый спрашивал моего совета, стоит ли ему делать лазерную коррекцию зрения, я ему сказала, ты носишь очки, ты привык к очкам, я тебе не советую рисковать, потому что ты не знаешь, как твой организм отреагирует. Мне повезло, у меня никаких проблем не было, но я видела своими глазами, как много людей было с проблемами после этой процедуры. Так что, если вы делали лазерную коррекцию зрения, пожалуйста, напишите, всё ли прошло хорошо или были какие-то проблемы. Если были какие-то проблемы, то что вы делали? Всем спасибо за внимание, я надеюсь, что это видео было полезным. Если оно вам понравилось, поставьте мне лайк, делитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями. Спасибо за ваше время, пока!